Здравствуйте! Один зритель попросил меня сделать видео про таинственную и загадочную ледяную стену Антарктиды. Сейчас расскажу, какой концепт. Концепт следующий. Земля, по всей видимости, плоская, окружена сплошной ледяной стеной. За этой ледяной стеной неизвестно что. Возможно, что за ней простираются огромные просторы, не освоенные нами. Кому-то иногда удается убежать за эти ледяные просторы, но это как убежать за границу в советское время. Обратно возврата нет. Там, наверное, очень хорошая жизнь, а может не очень хорошая жизнь. Ну, во всяком случае, вот так. Так повествует такая вот концепция, легенда. Давайте ее разберем поподробнее. Дело в том, что она основывается на утверждении, что наука во многих отношениях нас неправильно информирует. А ведь запросто. У нас всегда так было. Мы сколько раз встречались с научными концепциями, которые потом оказывались до смешного неверными. Я говорю не про политику советскую, которая говорила, что кибернетика служанка империализма, генетика там продажная девка чья-то там, я не помню, или наоборот. Я не об этом, я об общей уверенности науки ученых. Вот, например, общая уверенность мирового физического сообщества, собственно говоря, с 18 века, со времен Ньютона и до, наверное, последней четверти 19 века заключалась в том, что Вселенная вечна, никогда она не возникала, вот, а при всем при этом закон сохранения энергии, он весьма ограниченным действием обладает. И закон сохранения энергии, это только речь шла о механической энергии. Вот она, потенциальная энергия, кинетическая энергия и все. Во всех других случаях она переходит в другие формы, все, там уже ничего не сохраняется. И действительно, как это может быть? Потому что если Вселенная вечна, а мы видим на небе звезды горящие, мы не знаем природу свечения этих звезд, ну, какая-то, наверное, есть у них природа, но мы не знаем ее. Вот, ну, строили всякие концепты, гипотезы, что это вот энергия сжатия звезды, вот она сжалась и поэтому излучает. Ну, правда, тут сложности были объяснить, а почему же она так долго излучает. Ну, по крайней мере, до 60-х годов 20 века в советском астропедическом словаре, где-то примерно так писалось, мы не знаем природы энергии излучения звезд, откуда она берется, не знаем. Ну, это было маленькое вранье, потому что с 30-х годов уже знали, знали про цикл бета, цикл синтеза термоядерного, да, который вот протекает в недрах звезд. Знали об этом, да, все нормально было. Ну, вот так вот. Так и вернемся в 19 век. И вот считали, что закон сохранения энергии вообще такой, закон сохранения энергии вообще, как сейчас, не существует. И был такой уже ученый, много иначе не называли, Майер. Он вообще был не физик, он вообще был медик. И вообще медик-то он был какой-то такой, вот, понимаете, он работал в Джакарте. Это раньше называлось Ботаве. Он работал в этой самой Джакарте и лечил там моряков европейских, которые там оказывались. Ну, понятное дело. Перегрелся на солнышке или перегулял. Надо вылечить его. Вот, и все. То есть такой второстепенный человек очень. Он продвигал идею. Не о том, что Земля плоская, а о том, что энергия сохраняется вообще. Есть закон сохранения энергии вообще. Вот одна энергия переходит в другую и так далее. Это категорически было против тогдашней концепции. Потом это было признано. Все правильно. Но давайте вернемся в наши дни. Вот у нас есть концепция, что Земля – шар. Та концепция о том, что Вселенная, значит, вечно, она соответствовала такому общему атеистическому убеждению ученых о том, что Бога нет, что Вселенная не сотворена, потому что, в принципе говоря, творение Вселенной без Бога как-то представить было невозможно. Сейчас нас постарались убедить. Но, кстати, большевики понимали, что творение Вселенной без Бога невозможно. То есть никакой концепции Большого Взрыва до 1991 года, как общепринятой, у нас не было. У нас была концепция пульсирующей Вселенной. Вот она пульсирует. Она вечная, но пульсирует. Сейчас вот она расширяется. Потом будет сжиматься, потом опять расширяться. Вот такая. Но она вечна. Это нам продолжали говорить до самого конца. Потому что нельзя. Потому что у нас в программе партии написано, каждый член партии, каждый коммунист должен быть атеистом и должен пропагандировать атеизм. Сейчас уже это не обязательно. Программы партии нет. Деятельность партии была приостановлена. Помните указом Бориса Николаевича Ельцина. Так вот, давайте вернемся к ледяностике на Антарктиде. Вот я вам сказал, что концепция отсутствия законов сохранения энергии, вечность Вселенной, это вот очень важно было для атеистического мировоззрения. А тут очень важно, не знаю для кого. Вот впервые концепция, что Земля – шар, появилась у древних греков. Они измеряли положение, ну, так, по крайней мере, они утверждают, измеряли положение Солнца в полдень в различных местах реки Нил. И Канил течет по Египту с юга на север, соответственно, в более южных местах, там, где, например, Асуан находится, там Солнце под горизонтом поднимается выше, чем, например, в Александрии Египетской. Александрия была полна греками, греческими учеными. Ну, вот они выяснили из этого факта. Единственная модель была, что Земля – шар. Эта модель пережила очень многие годы, десятилетия. Папа Римский, естественно, это признавал. Даже на эту тему было у него свое решение, указ, разделить Землю между двумя католическими державами, все колонии между Испанией и Португалией. Помните, провести по Меридиану, то ли в 45-му, то ли в 49-му, вот южнее, западнее все доставалось португальцам, а испанцам восточнее – португальцам. Вот такая была дележка через Атлантический океан. Вот, Папа Римский велел так поделить, чтобы драки не было. Все, владейте. Вот, Португалии, по-моему, это досталось Бразилии, а испанцам она не досталась. Ну, да ладно. Папа Римский признавал, может, он тоже дурил голову. Понимаете, а если там за этим ледяным барьером... Ну, впервые этот ледяной барьер был нанесен на карту Крузенштерн и Лисянский. Российские мореплаватели, которые на шлюпах Мирный и Восток делали кругосветные путешествия. Они дошли до Бразилии, потом спустились на юг и дошли до ледяных гор Антарктиды. Потом они быстро-быстро обогнули Антарктиду и, значит, вернулись в северные широты. Ну, сторонники говорят, что врут, а не все. Вот это вот началось уже тогда, получается, вранье. Вот это было зафиксировать. Надо зафиксировать. Тогда было явное вранье. Ну, правда, кругосветные плавания Фернандо Магеллана. Очень большие сложности возникают с объяснением, почему у нас временные часовые пояса, вот это все, смена времен года, за счет чего происходит. Очень большие сложности возникают, надо сказать. Вот. Но с этим как надо бороться. Ну, потом, значит, есть у нас часовые пояса, да. А может быть, их и нет. Я вот иногда общаюсь через интернет с Радисом Валиульным, он в Калифорнии живет. Ну, в принципе, говоря, сказали ему, говори Бояршиному, что у тебя сейчас другое время, чем у него. И все. А у него то же самое время, что у меня. Просто от меня скрывают. Может быть, может быть. Но это должна программа сокрытия быть такой огромной, понимаете? Фундаментальнейшей программы. Но я все-таки попытаюсь отстоять. А как называется, адвокат дьявола, знаете, такая есть должность в научном коллективе, который должен ставить под сомнение, да, результаты эксперимента, например. А вот тут ты, может быть, забыл подключить питание к прибору, да? Или забыл что-нибудь выключить, что-нибудь перегрелось. Вот у тебя тут эффекты и наблюдаются. Нет. Ну, не знаю. Уж очень много надо делать допущений. Причем эти допущения должны были появиться еще во времена расцвета греческой культуры. То есть задолго до Рождества Христова, когда выяснилось, что Земля круглая. Когда появилась система мира Птолемея, которая, да, все двигалась вокруг Земли. Потом от этой системы отказались. Ну, то, что Земля – шар, это все осталось. Не знаю даже, что и делать. Что и делать, не знаю просто. Но надо держаться, продолжать держаться, что да, Земля плоская. Повторять почаще. И вы себя убедите тогда. Утром встаете и говорите, как молитву. Земля плоская. Ледяной барьер отделяет нашу Землю от совершенно прекрасных и райских мест. Некоторые люди туда улетали. Вот то, бывает, бесследно пропадают. Может, они туда улетают, да? Да, может быть и так. Одна надежда. Оттуда возвращаться к нам не хотят. А может, иногда возвращаются, уезжают туда. Слушайте, есть смысл это сделать сюжетом какого-нибудь приключенческого романа. Ну, вот, в духе там кто-нибудь. Ну, как вариант. Сколько уходных вариантов. Кто-нибудь находит в библиотеке Ватикана. Как он туда попал, непонятно. Совсем секретная информация о том, что Земля плоская. И вот он туда вот переходит, туда вот через эти ледяные горы. Ему препятствуют какие-то агенты Папы Римского. А может, и не Папы Римского. А может, слуги Синедриона. Не знаю, это дело вкуса. Кто там препятствует? А может быть, коммунисты. Здесь такой термин – еврокоммунизм. Это не еврейский коммунизм, это европейский коммунизм. Вот. Европейские коммунисты, может быть, там препятствуют. Ну, не знаю. Можно все, что хочешь, придумать. Ну, вообще, я пытаюсь сейчас убедить, что Земля плоская, и она украшена ледяным барьером Антарктиды. От нас это скрывают. Ну, точно скрывают. Да, я уже в этом убедился. Если вы в этом убедились, или если вы в этом не убедились, то есть, в любом случае, поддержите меня материально. Внизу у меня есть реквизиты для пересылки денег. А самые закоренелые люди, которые вот там, вот за границей, прям врут мне, что у них другое время, пусть воспользуются либо Бусти, либо Донейшн Аверс. Оттуда они смогут прислать. Хорошо? Ну, всего доброго. До свидания. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok